Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Итак, у нас много что надо еще покрыть, много материала, поэтому слушайте очень быстро. И ранее мне передали несколько вопросов, и сейчас мы попытаемся на них быстренько ответить. Но, во-первых, я хочу задать вам вопрос. Я хочу, чтобы вы прочитали. Главу Деяния Апостолов, 28 главу, первый стих, по-моему. Нет. 29 главу у кого-то есть в Деянии Апостолов в Библии? Нету, да? Это поэтому у нас с вами возникают вопросы. Потому что вам предстоит написать главу 29 Деяний. Это ваша жизнь в Духе Святом. Аминь. Это было главы Деяния Апостолов, с 1 по 28, а с 29 это ваши главы, это ваши жизни. 29, 30, 31 и так далее. Это ваши жизни. Первый вопрос звучал так. Как реагировать, как вести себя, если тебя просят за что-то помолиться, а ты не знаешь, не чувствуешь, как надо помолиться. И я думаю, что ответ мы можем найти в Римлянам, восьмой главе. По-моему, с 26 по 28 стих, там написано о том, что по-настоящему мы не знаем, как молиться. Но Дух Святой знает, и Он будет молиться через вас, о Божьей воле. Это во что мы должны верить, и то, чему мы должны доверять, когда мы не знаем, о чем и как молиться. Второй вопрос звучал так. Как слышать Бога? И мой ответ, вам необходимо практиковать это. Это построение в вашей жизни, то, что вы строите каждый день в вашей жизни, пока вы ходите с Господа. Когда вы отделяете себя. Он говорил о том, что когда мы отделяем себя от этого мира, тогда Он будет Отцом для нас. А мы будем Его сынами и дочерьми. Это значит, что у Него будет общение с нами. Вы не можете иметь взаимоотношения со всем, что есть в мире, и ожидать чего-то от Бога. Люди, которые слышат Бога, они отделены, они сами себя отделили, быть Его. Иисус, когда хотел и жаждал услышать от Отца, Он уходил в одиночество, Он уходил и оставался один. И мы буквально пару минут назад пели песню, что мы взойдем на Его гору. Это замечательное место, где вы можете услышать от Него. И даже если вы закрыты у себя в кладовке или в какой-то маленькой комнатушке, можете представлять себя, что вы на горе вместе с Ним. Нам не надо быть в каком-то красивом здании, чтобы слышать Бога. Вы можете сидеть на берегу реки, под деревом просто. Вы можете быть с Ним, когда готовите еду. Когда вы чем угодно можете заниматься, но можете быть с Ним. Но вы должны, во-первых, сделать вот это отделение для Него. Третий вопрос звучал так. Можешь ли ты сам по себе быть наполненным Духом Святым? Или, ну там, вопрос звучал так. Или тебе нужен кто-то, чтобы за тебя помолился, чтобы ты наполнился? В большинстве случаев, когда мы читаем Писание, то люди, которые получали, да, они были среди учеников, среди апостолов, они были с людьми, они были всегда с кем-то. Они были вместе, они молились, и они исполнялись Духа. Но так же является правдой, что ты можешь наедине наполниться и получить Духа Святого. Наша жизнь, она должна выглядеть так, как будто мы каждый раз пьем Бога и спиваем Его. Иисус сказал, что тот, кто жаждет, приди и пей. И то, о чем Он говорил, Он говорил о Духе. Он сказал, если вы будете пить эту воду, из вашего чрева потекут реки живой воды. И ответ «да, постоянно». И Ефесянам 5.18 написано, что «не упивайся вином, от которого бывает распутство, но исполняйся Духом Святым». Я всегда прошу, чтобы Дух Святой исполнял меня, наполнял. Я говорю о Нем. И когда с людьми общаюсь, говорю, тебе нужен огонь Духа Святого, тебе нужен Дух Святой. Без Него вы не сможете увидеть своими духовными глазами, без Него вы не поймете, что Господь делает. Дух Святой знает, что происходит. И нам необходимо научиться быть в постоянном контакте с Ним, в постоянных взаимоотношениях с Ним. Аминь? Это то, что соединяет нас. Иисус сейчас сидит на небесах. И Он — наш адвокат, который ходатайствует перед Отцом. Говоря о том, что посредством Его крови мы не виновны. А Дух Святой, Он адвокат здесь, на земле, внутри нас. И Он говорит то, что Иисус говорит через нас. Он написан, что Дух придет. Это обетование от Отца. Он будет вашим утешителем. И Он не будет говорить что-либо от Себя. Но Он будет передавать вам то, что Я принял от Отца. Поэтому мы с вами в семье находимся. Дух Святой помещает вас в эту семью. И Он держит нас на связи с этой семьей. И так часто они собирались вместе. И помните, даже после Дня Пятидесятницы, после излияния Духа Святого, через несколько времени они снова собрались вместе. Потому что пошло давление, многие вокруг стали обозляться против них, против учеников. Просто на секундочку задумайтесь. Они уже наполнены Духом Святым. Дух Святой уже совершил излияние Пятидесятницы. И уже свершаются чудеса, и происходят знамения. Людей клали прямо снаружи здания, и они получали исцеление. И религиозные лидеры, они начали угрожать им, чтобы они больше не пользовались именем Иисуса. И они снова собрались вместе и снова молились. И они говорили, Господь, простри свою руку. И написано, что место сотряслось. И они все были наполнены. Пятидесятница уже прошла. Но через несколько дней позже они снова исполнились Духа Святого. Не переживайте просто однажды день Пятидесятницы. Вы должны наполняться. Ищите, чтобы быть наполненными постоянно. В книге Эфесянам апостол Павел говорит вот что. По мере Духа, который работает в вас. То есть нам необходим Дух, чтобы Он работал в нас. Чтобы совершались вещи Божьи. Не то, что мы собираемся с вами сделать. А что Он собирается сделать через нас. Аминь? Аминь. Давайте начнем. Да, там был еще один вопрос. Когда Господь говорит, как вы это знаете? Когда Господь говорит, как вы распознаете, что это Господь, а не вы? Я очень искренне верю, что если Господь говорит вам... Если Он говорит вам, вы не будете смущены и сомневаться. Это невозможно засомневаться. Вы будете знать, что это Господь. Аминь. Это самый лучший вариант, как я могу ответить. И то, что мы дальше будем учить, оно все может происходить только тогда, когда вы практикуете, когда вы что-то делаете. Библия будет мертвыми буквами для нас до тех пор, пока мы не начнем молиться об этом, размышлять об этом и совершать это. Или это будет огромным куском информации, которую вы получите. Но Бог хочет работать внутри вас. Аминь. Мы поговорим о том, какими образами ходатайства используются. И первое, что мы затронем, это помазание царское, царское помазание. И первосвященническое. И Иисус во всем давал нам пример. И все, что Он просит нас совершать, делать, Он делал. Он ничего не попросит вас совершить, чего Он бы не делал. И Он ничего не попросит вас совершить самим. Он все время пройдет весь путь с вами. Все ситуации. Много раз в Писании упоминается имя Мелхиседека. И Иисус был по, как называется, по почину Мелхиседека. Он демонстрировал священство. Мы тоже будем демонстрировать это, как царственное священство. Поэтому мы и называем это царственно-первосвященническое помазание. Что делает царь? Мы по частям разберем все. Царь. Он представляет. И царственное священство, оно являет, представляет Бога человеку. Или правление Божье человеку. Царь, он царствует, и у него есть власть. Он правит. Священник, он представляет человека перед Богом. Он служит, и также у него тоже есть сила. И царственная власть. И священническая сила. У нас есть царственное правление. И священнические обязанности. У нас есть власть править. И сила, чтобы служить. И это баланс в царстве. У вас есть правитель, который служит. И я хочу, чтобы вы размышляли об этом. Если мы хотим быть как Иисус. Потому что он царь. Он царь. Царей. Господь. Господствующий. Аминь. Он царь. И что же он делает? И я люблю это местописание. Давайте посмотрим. Я не знаю ваших жизней, как вы живете. Но я совершал так много вещей, до того, как я прочитал о них в Библии. А потом я видел их в Писании и удивлялся. Боже, я делал это тоже. Иногда ты годами что-то делаешь в служении, а потом открываешь Писание. И, о, здесь тоже об этом написано, а я это делаю. И причина, почему это происходит, потому что он написал свое слово в вашем сердце и в вашем разуме. Оно уже в вас. Все, что Господь хочет вытащить из вас, Он уже поместил вас. Нам только необходимо достать это. Нам необходимо вырасти и достать, выйти, превратиться в таких. Нам нужно, чтобы Иисус зашел в нас, и чтобы Он проявлялся, являлся через нас. Чтобы люди видели Иисуса в тебе. Христос в тебе. Это надежда. Надежда славы. Надежда, что будет Его присутствие. Надежда, что люди встретятся с Ним. Аллилуйя. Второе Коринфянам. Вторая глава. Четырнадцатый стих. И это стих благословения. Им он очень нравится мне. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, во Христе, и благоухание познания Себе распространяет нами во всяком месте. Аминь. Давайте подчистим. Бог дает нам победу во всем. Надо сказать, аминь. Аминь. Как же Он делает это? И это описано во второй части этого стиха. Он показывает мне, кто был Иисус в каждой из этих ситуаций. Где был Иисус в каждой из этих ситуаций. Когда, послушайте, когда вы сталкиваетесь, входите в какое-то обстоятельство, ситуацию, наша мысль должна быть такова, как Иисус через это бы прошел. Как бы Он полюбил этого человека? Как Он бы это сделал? Как бы Он хотел проговорить к ним? Покажи мне Твое знание в этой ситуации, Господь. Дай мне Твою мудрость. Что мудрость? Что такое слово? Когда Он дает вам слово, вы просто дальше видите чудеса. И это замечательно. Это красивая жизнь. И это ваша жизнь. У вас есть право на такую жизнь. Понимать и знать Его в каждой ситуации. И Павел говорит, мне надо знать Его, мне надо знать, что Он прошел в этой ситуации, как Он поступил. Знать то, кто Он, это не просто знать о Нем. И вы можете прочесть всю Библию и просто знать о Нем. Но знать Его, это больше, чем просто быть на страницах. Это работать через вас, это понимать Его, быть с Ним. Итак, царственное священство. Иисус был священник по чину Милхиседика. Весь Ветхий Завет, это как подготовка была к Новому Завету, к тому, что Христос пришел, совершил. Все, что в Ветхом было описано, оно являло собой, готовило то, что будет в Новом. Мы дадим вам места Писания, у вас, не переживайте, у вас все будет, все точные места. И есть много мест, где так и говорится о том, что Христос, Он по чину Милхиседика, что Он вот такого же священства. Мы с вами будем царственным священством. Он сотворил нас таковыми. И, если вы прочтете 2 Петра, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И Откровение 1, 6. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». И Откровение 5 глава, 10 стих. Говорит нам «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Он сделал нас таковыми, Он создал нас таковыми. И давайте посмотрим, как Он это закончил, как Он совершил это. Он пострадал на кресте и Он вскричал «Теллио». Вскричал слово «Теллио». «Свершилось». Совершенный человек, этот священник, этот царь, он закончил, он сказал «Свершилось». Он сказал «Сделано». Итак, у Него есть власть на небе и на земле. «Когда Он свершил это, Он получил власть над всем и везде». И написано, «Когда Он вознесся, у Него были ключи от смерти, ключи жизни». И он вознесся наверх. Он исчез в облаках. И Он воссел. Итак, вся власть, она у Него. И Он сказал «Свершилось», но еще не закончилось. Он сказал «Это свершилось», но еще не закончилось. теперь наша участь, наша очередь. Наша очередь быть, как Он. Наша очередь. Вот что царь Давид говорит. А помните это местописание в Псалмах, когда Давид говорил «Я видел, я спросил, я просил своего Господа сказать Господу». Замечательно, все знают местописание. А в другом месте Писания написано, что Дух Святой сказал Давиду «Скажи моему Господу сказать моему Господу». Восядь, пока я не поставил своего врага под твои ноги, не положил. Аллилуйя. Аллилуйя. Посох. У нас есть посох власти. И у Моисея, помните, был этот посох, и он являл собой силу. И мы знаем места Писания, где Моисей не совсем правильно его использовал. Но Бог дал нам с вами эти посохи. Это означает, что у вас есть власть. Это как скипетр у царей. Если у тебя есть скипетр, у тебя есть власть, и ты можешь протянуть его и решать с помощью него вопросы. Поэтому Христос дал нам, как царям, скипетр, чтобы мы могли бить врага и разрушать врага. Аминь. Аминь. Это наше. И всякий раз, когда мы берем власть от Господа, ключи от царства, и мы проходим сквозь ситуацию, мы в... We enforce... We enforce... Мы в... Enforce? Mm-hmm. We... We enforce what's already been done. We enforce what's already been done. Мы открываем, являем то, что уже было сотворено. Продвигаем то, что уже было сотворено. Alleluia. We cause it to happen literally. Это начинает происходить буквально. Because legally it's already been done. Потому что официально, легально, оно уже свершилось на кресте. То есть официально враг уже побежден. Аминь. Но когда вы произносите это, literally it comes to pass. Это становится буквальным, происходит буквально уже. We have to say it. Нам необходимо сказать это, провозгласить это. Нам необходимо провозгласить над врагом, что он побежден. We have to bind him. Нам надо связать его. We have to loose. Мы должны the captives. We loose the captives. We loose people that are chained up. We let them go. Мы снимаем цепи Ерма с людей и высвобождаем их. Однажды я был в Индии, и трое молодых парней пришло ко мне. И они сказали, we visit this place, where this lady is chained, she's been chained for many, many years to this bed by chains. Мы посетили место, где была женщина, которая была привязана много-много лет цепями к кровати, потому что она была сумасшедшая. И они спросили, как же нам дать ей свободу, как нам ее освободить? И я сказал, ну буквально это вам надо ее потерять, но это освободить, высвободить. Но, во-первых, вам надо это совершить в Духе. В молитве, высвобождая ходатайство. И как же сделать это, спросили они. И я сказал, не ешьте следующие три дня. Услышали это? Не кушайте три дня. Потому что такую свободу можно получить только через молитву и пост. И три дня они постились. И я сказал, идите, помолитесь, и высвободите ее. И на следующий день они привели ее на служение, она была полностью свободна. они высвободили в реальность то, что уже было совершено на небесах, потому что за это уже было заплачено. На кресте Христос заплатил за все болезни, за все грехи. Он за все это заплатил. Он заплатил. Аминь. И то, что мы делаем, наша задача, это отцовский бизнес. Освобождать несвободных, высвобождать их на свободу. Отпускать на свободу. Аминь. Освобождать людей. Освобождать людей. Аллилуйя. Свободные люди освобождают людей. Если вы свободный человек, вы будете освобождать людей. Вы будете выпускать несвободных на свободу. Вы всегда будете ожидать, и смотреть, и ждать, Господь, что ты хочешь, чтобы я совершил? Например, человек, напротив которого я стою, очень злой и наполнен гневом. Он должен быть свободен, высвобожден. Он должен быть выпущен на свободу. И ты, Господь, заплатил уже за это. То есть покажи мне, теперь покажи мне, что мне надо сделать, чтобы он был свободен. Дай мне слово мудрости. Послушайте, вот в чем момент. Мы не станем с вами более духовными, если будем иметь все ответы. И если вы видите что-то духовное и понимаете, это не значит, что у вас на все есть ответ. Бог хочет, чтобы вы постоянно общались с Ним. Он хочет, чтобы вы соработали с Ним. Это не вопрос нас, это Его план. Он хочет быть вовлечен во все, иметь участие во всем. И не вопрос, насколько быстро я получаю ответ. Нам необходимо слышать Его. Иногда вы получите ответ даже до того, как вы куда-либо направитесь. И бывает у меня в жизни так, что мне Господь говорит, послушай, через какое-то время ты должен пойти в то место, потому что там будет человек, которого я хочу, чтобы ты встретил. И я хочу, чтобы ты освободил его. Я хочу его освободить. Поэтому иди в определенное место и ожидай. И ты идешь и ожидаешь, и Господь приводит человека. Это вопрос взаимоотношений. Аминь? И, может быть, вы будете находиться или в парке, или в школе, или на работе. И Господь может дать вам слово знания о ком-либо, или слово мудрости. Это не делает нас сразу пророками. Это делает нас сынами и дочерями Его. Не стремитесь сразу все стать пророками. Пророки, они скучные и странные. Они другие, короче. Просто будьте Его сынами и дочерями. И Бог будет использовать вас могущественно. Аминь? Аллилуйя! Вы получите достаточно всего хорошего. Просто быть Его сынами и дочерями. Аминь? Наслаждайтесь быть сынами и дочерями Божьими. Аллилуйя! Наслаждайтесь быть в его семье. Аллилуйя! Это замечательно. Царственное священство хочет служить своим царско-священническим помазанием. В нас и через нас. Чтобы приблизить победу. Чтобы продвинуть ее. Этим священническим помазанием. Мы служим благословением Нового Завета. 2 Коринфянам 3.6. И посмотрим 2 Коринфянам 3 главу. 2 Коринфянам 3 глава. 6 стих. 2 Коринфянам 3.6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Он сделал нас служителями в Духе, а не по букве. Чтобы мы не убили никого мертвыми буквами. И чтобы мы против дьявола не выходили с мертвым словом. Ему без разницы, как много вы знаете мест Писания. Он может цитировать Слово Божье. Дьявол может цитировать Слово Божье. И поэтому ему не важно, сколько вы знаете. Но важно то, насколько вы течете в Духе Святом. Вот это его беспокоит. Когда вы помогаете, то Дух Святой, ваш помощник, когда вы служите. И когда Он служит через вас, не словами, не силой, но Его Духом, вот тогда это становится проблемой для дьявола. Тогда Он просто в проблеме. Аминь. Аллелуя. И каждый раз враг будет уходить. Аллелуя. Иоанн 14, 16-17. Иоанн 14, 16-17. Иоанн 14, 17-й стих, 14-й главы Иоанна. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Он будет в вас и через вас. Аминь. Аминь. Мы остановимся здесь. Перерыв. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok